всем привет ух закончилось испытание нашего патриота проделал он грандиозный путь и того это было в километрах мы выехали с москвы у нас было пять с копейками пробег сейчас у нас составляет пробег 29 800 ну грубо говоря второе то подошло время делать машина прошла испытания реально серьезно на youtube очень много роликов где испытывают патриоты за год пользования там даже многие за год пользования не набирают таких пробегов допустим как набрали мы вот мы прошли от москвы сначала доехали до казани от казани мы доехали до пензы с пензы мы доехали до иркутска по иркутску мы катались ездили на альхон потом поехали мы с иркутска в сторону бишкека через весь казахстан проехали по ужасней дороге это если кто поедет в казахстан через барнаул через город семей не вздумайте никогда ехать вот по крайней мере там дороге можно сказать был было одно направление дороги не было вообще вот машина удержалась как говорится устояла вот потом до бишкека в бишкеке мы ездили на иссыкуль и сделали круг вокруг иссыкуля если кто знает там тоже дороги не особо хорошие асфальт есть но он такой со времен советского союза наверное еще когда ссср был остался вот и далее соответственно вернулись обратно сейчас мы находимся в краснодаре и машина также прошла покров по казахстану путь самые можно самый длинный маршрут мы почти трое суток ехали по казахстану поскольку единственный нюанс что я могу сказать патриотов что скорость 100 это на нем больше не поедешь потому что ну поедешь но будешь чувствовать себя не очень комфортно потому что независимая подвеска все-таки в этом плане лучше чувствовать себя чем равны и на мостах вот всю дорогу работал кондиционер маслал просто вообще как зверь и потому что жара в казахстане зверская краснодаре в принципе тоже за весь путь машина себя ни разу ни разу ни разу не подвела не нашлось ничего такого к чему бы ему придраться поэтому если на вопрос если смысл брать патриот за такие деньги мне повезло я бы сказал что да стоит брать его сказать что-то негативное да знаете момент такой бывает когда ты едешь допустим по такому бездорожью как казахстане и у тебя тебя обгоняют какие-то всякие там легковушки и вроде бы дорога убитая думаешь ах на патриоте я проскочу они тут то было я не знаю то ли это у меня то ли это вообще связано у них на каждой кочке он очень хорошо скачет прыгает ну понятное дело что независимая подвеска она это поглощает сайл блоки там работают и когда они обгоняют и думают да что лучше проехаться по такой дороге быстро да и более-менее комфортно но потом встать встрять в ремонт либо проехаться медленнее и по крайней мере не настолько не никак там черепаха ползешь ну едешь по по крайне ты чувствуешь все эти кочки но при этом ты не попадаешь на замену этих соленблоков единственно что у меня в очередной раз случилось это опять у меня накрыла ну сломалась рейка покажу вот видите где держится габло вибрация очень хорошая и не выдерживает это речка которая держит забыл как называется знаете ловите ломается поскольку вибрация очень хорошая а не знаю с чем это связано может быть связано с жарой у меня куда-то начал исчезать антифриз начал исчезать антифриз испаряться либо он где-то течет у меня но вот у меня сейчас будет с его то снизу вроде бы потеков нету как бы когда останавливаешься до снизу ложится небольшая но это конденсат от кондиционера потому что он масло и вот а так принципе не пробег уже 30 и ничего не сломалось ну за исключением таких мелочей по поводу расхода если на газу ехать потребляет он 13 13 с половиной на бензине 11 с половиной ближе к 12 это если без конди с кондием чуть побольше каждые 10000 менять свечи надо потому что газ это прям ощущается машина начинает себя хуже чувствовать поэтому можно послушать экспертов которые знают эти уазы патриоты от а до я и рассказать с точки зрения профессионала но не все профессионалы поэтому с точки зрения такого любителя который сел на машину и поехал я доволен поэтому могу сказать с уверенностью что патриот стоит брать еще еще забыл сказать что патриот наш патриот на протяжении всего пути был забит от багажник был просто забита под самый верх если кому интересно вы можете посмотреть видео с наших путевшина с нашего пути как мы ехали посмотреть как машина была загружена то что она не налегке ехала была загружена даже если посмотреть ее поставить на ровное место она у меня спросила я не знаю добавлять еще один лист рессора рессоры либо так ездить потому что машина встала немного смотреть вот так потому что даже когда ты едешь считал что она высокая фары приходится настраивать очень низко потому что встречка когда едет все начинает моргать выруби дальний хотя еду на ближнем а куда мне вырубать все фары выключать сейчас покажу что у нас там снизу вот открытые поворотные кулаки не знаю немножко вроде бы в масле кстати сейчас что я увидел вроде бы у меня там на поддоне что то есть так уже не ложится да это антифриз видимо у меня где-то от жары что-то раздуло и он капает откуда-то так нашел я откуда у меня капает антифриз капает он вот отсюда вот под хомутов здесь все мокрое я буду подтягивать смотреть мол что получится вот подошло второе моё то решил я его делать сам не буду я платить 6000 за второе то потому что машина себя уже показала хорошо надеяться на эту гарантию смысла я не вижу вот для замены масла я взял вот такое масло лукойл 10 на 40 поскольку мы в краснодаре здесь очень жарко в принципе смысла заливать 5 на 40 нету это где похолоднее можно залить более гуще масло взял полусинтетику взял вот такие свечи близко не недорогие кстати масло стоит 600 600 с копейками 640 вроде бы за 4 литра взял две канистры вот такие свечи по 250 рублей комплект почему взял именно такие потому что тоже на газу свечи меняются каждые 10 тысяч ставить какие-то дорогие свечи смысла не вижу вот вот такой воздушный фильтр 280 рублей хотя заехал я к официалам и официалы мне зарядили за него 560 рублей не знаю в чем он отличается я взял это в обычном магазине вот вот такой масляный фильтр 180 рублей опять же не стал дорогой брать потому что планирую не 15 тысяч как положено как 10 тысяч менять маслом вот 8 вот пока ближайшее время на большие расстояния не планируем ехать вот так еще взял антифриз антифриз взял зеленый как у меня залит потому что мне немножко там спа трубка текло комутик подтянул сейчас перестала течь тоже поинтересовался сказали что смысла нету заливать тоже дорогой антифриз потому все-таки это бренд зеленый зеленый он в принципе без разницы поэтому за 90 рублей взял литр антифриза как раз меня столько и утекло я буду менять радует что патриот довольно-таки высокий я может поменять масло не обязательно нужно залез спокойно лег открутил сбил масло правда я не менял на патриотах масло ни разу не знаю как то попробую подлезть к масляному фильтру думаю получится я думаю с технология замены масла не отличается от других машин поэтому думаю все получится себе для пометки конечно замечу когда я поменял масло буду заниматься так с момента как я подтянул хомут антифриз у меня принципе как был так и остался а капало у меня вот отсюда с того сейчас покажу сейчас вот с этого по тропу у меня капал антифриз я его подтянул и в принципе луж больше нету под машиной все на месте буду проводят крутить откручивать свечи менять потому что первый раз у меня не получилось их снять кстати вот здесь почему-то у меня все в масле пути и подтягивал но уже меньше так вот здесь масляный фильтр так походу вот как-то снизу потому что я посмотрим я не знаю то ли я идиот то ли это производители додумались вот я не знаю может как он по-другому меняется но вот у меня больше ума не хватило что чтобы снять фильтр нужно открутить и вытащить весь этот бочонок но его настолько геморройный вытаскивать оказывается это капец так что я скорее всего в дальнейшем как мне предложили поставлю такую пластиковую пластиковую от вазовская буду по 200 рублей менять по 100 рублей эти фильтры вот ну и еще мне кажется что мне впервые когда мне делали ТО мне не меняли масляный фильтр потому что туда залезть очень геморройно и вполне возможно что они плюнули на это и не занимались этим потому что за реально не подлезть что подлезть вот я снял вот сейчас мне будет удобно будет залезть к масляному фильтр чтобы открутить ключа у меня нету поэтому я буду пользоваться либо отверткой пробивать фильтр либо каким-то другими методами